Доброе утро, дорогие друзья! Не верится, что прошло уже две недели этого лета. Надеюсь, все начали осуществлять задуманные планы. Если еще нет, думаю, сейчас для этого самое время. И начать следует именно сегодня, а не откладывать все планы на потом. Будьте решительными и не теряйте настроя. Напоминаю, что на календаре 14 июня, вторник. С вами программа «Народное утро» и я, Полина Клеменкова. Мы незамедлительно начинаем. Сегодня в России отмечают профессиональный праздник – День работника миграционной службы. На официальном уровне он проходит в 16-й раз. Цель этого торжества – привлечение внимания к проблемам в работе миграционной службы и улучшение качества предоставляемых услуг. 14 июня принимают поздравления все представители миграционной службы. К ним относят работников паспортно-визовой службы, а также подразделения по делам миграции. Поэтому с праздником всех причастных и спасибо за ваш труд. А чем еще знаменательна сегодняшняя дата, узнаем в нашей постоянной рубрике «День в календаре». Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ланштейнера, австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Всемирный день донора крови – особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о потребности в безопасной крови и ее продуктах и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. В мероприятиях сегодняшнего дня принимают участие 193 государства-участника ООН, 186 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, десятки добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира. Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. И эта процедура ежегодно позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года. Ежегодно в мире регистрируются около 117 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира. 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим вознаграждения донорам. На сегодняшний день надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови по всему миру. К тому же такие доноры являются и самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью. Сегодня мы поздравляем всех тех, кто становился донором крови. Спасибо вам за это решение. Астрологи говорят, что сегодняшний вторник характеризуется частыми сменами настроения. Это произойдет из-за разнообразных мелких происшествий, как положительных, так и отрицательных. Однако они не помешают всем знаком зодиака почувствовать себя на высоте, если, конечно, удастся побороть лень и пассивность. В целом день будет благоприятным и без глобальных проблем. В любом случае, оптимизм поможет преодолеть все преграды. А что еще ожидает каждого из знаков зодиака, узнаем в персональном гороскопе. Овны, хороший день. Если собрались в поездку, то она пройдет замечательно. И чем дальше вы уедете, тем больше впечатлений получите. То, что вы сегодня будете делать своими руками, очень понравится окружающим. Вы особенно привлекательны и харизматичны. Поэтому познакомиться с противоположным полом не составит труда. Тельцы. Кто-то из вас может получить подарок, и это будет не безделушка, а красивая, дорогая вещь. Другие представители знака могут получить что-то полезное от партнера. Если вам давно что-то обещали, то время подарков пришло. Вы сегодня можете радоваться просто от того, что живете, вдыхая свежий воздух. Близнецы. Вы не захотите находиться в одиночестве. Да и обстоятельства будут складываться так, что рядом с вами постоянно кто-то будет. Уделите время любимому человеку, а лучше вместе с ним отправляйтесь в гости или на встречу с друзьями. Сегодня у вас улучшится настроение от новых приятных впечатлений. Раки. Сегодня вы с радостью станете соблюдать режим дня, сядете на диету, будете правильно питаться или займетесь спортом. И главное, что это удастся легко, без напряжения. Также это благоприятный день, чтобы начать изучать иностранный язык или записаться на другие курсы, которые помогут расширить ваше мировоззрение. Львы. Удачный день. Проведите его как можно веселее и ни в коем случае не оставайтесь около телевизора. Этот день буквально создан для того, чтобы вы получали удовольствие от жизни. Можете поехать с друзьями или любимым человеком на природу, дачу или проведите его с семьей. Поиграйте с детьми. Этот день также удачен для знакомств. Девы. День пройдет замечательно в кругу близких и родных. Хорошо бы сделать кардинальные изменения в доме, приобрести мебель, технику, что-то для своей машины. Благоприятный день для примирения, поэтому если с кем-то были натянутые отношения, то сейчас вам удастся их нормализовать. Вы когда-нибудь наблюдали за тренировками зебры? Очень сомневаюсь. Поэтому хочу поделиться с вами этими забавными кадрами. Зебра Зара из Челябинского зоопарка первый раз пробует играть в мяч. Хотя сотрудники зоопарка шутливо сравнили это действие с игрой выше баллы. Яркий неопознанный объект испугал зебру. Своё возмущение она показывает, размахивая хвостом и кончиками ушей. Так и кажется, как Зара спрашивает, что это такое непонятное вы мне кидаете. К счастью, в зоопарке работают опытные зоологи, которые быстро научат животное спортивному поведению. Перейдём к серьёзным. Другие новости в Народном Утре. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о запрете прохождения экзамена на получение водительских прав после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде. Документ обубликован в Думской электронной базе. Поправки вносятся в статью 26 закона о безопасности дорожного движения. Они предполагают введение запрета на получение водительского удостоверения для лиц, допустивших управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами. В пояснительной записке отмечается, что запрет будет действовать до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию. Сейчас законодательством предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет за вождение в нетрезвом виде. В то же время после издей бесправ можно свободно их получить впоследствии. Минздрав обсуждает проект приказа, согласно которому врачи-эпидемиологи будут активнее задействованы в системе здравоохранения. Всего может понадобиться около двух тысяч врачей этой специальности. Если инициатива вступит в силу, то в среднем в медицинских учреждениях на одного врача-эпидемиолога будет приходиться 20 тысяч детей или 30 тысяч взрослых, прикрепленных к учреждению. Новые штатные единицы в поликлиниках и других учреждениях будут отвечать за дезинфекцию и стерилизацию, контролировать распространение болезней среди пациентов и персонала, проводить микробиологические исследования, предотвращать распространение болезней за пределы учреждений. Почта России получила статус IT-компании, аккредитованной Минцифры. Признание Почты России IT-компании еще раз подчеркивает основной вектор изменений – трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию, сообщили в пресс-службе компании. Предполагается, что это позволит сотрудникам рассчитывать на ряд льгот, которые государство предусмотрело для IT-шников. В компании не уточнили, какие именно льготы имеются в виду. Для российского IT-сектора принят целый ряд мер поддержки. Помимо налоговых льгот и льготных кредитов, это отсрочка от призыва в армию для сотрудников, а также льготная ипотека. Сегодня особенный день. Все дело в полнолунии и суперлунии. В этот момент яркость лунного диска значительно усилится, а его нахождение над горизонтом продолжится практически всю ночь. Полнолуние в Стрельце предвещает день сильной энергетики. Обненный знак усиливает желание узнать что-то новое, поэтому многие почувствуют прилив энергии, позитива, сил и вдохновения, что позволит проявить скрытые таланты и возможности. Однако полнолуние грозит и своими опасностями. Например, импульсивные порывы получить результат немедленно и добиться всего сразу могут привести к необдуманному риску. Поэтому следите за своими действиями. А что ждет оставшихся знаков зодиака, узнаете из продолжения гороскопа. Весы. Вы проведете день активно. Может, вы решите начать бегать по утрам или заниматься зарядкой? Возьмите в качестве компании кого-то из близких. Сегодня вы будете стремиться к сотрудничеству во всем. Легко будете понимать друг друга. Возможно, вам преподнесут подарок. Поездки в черте города принесут удовольствие. Скорпионы. Хорошая, доброжелательная атмосфера будет у вас дома. Вы с радостью пойдете за покупками. Сегодня вы можете позволить себе купить то, что давно хотели, но жалко было денег. Вы поймете, что достойно иметь эту вещь. Хороший день, чтобы собраться всей семьей за большим столом, позвать гостей, родственников. Стрельцы. Если вы хотите что-то изменить в себе, меняйте не раздумывая. Это удачный день для преобразования во внешности, а также для романтических свиданий и знакомств. Интересный человек поджидает вас в развлекательном месте, например, на пляже во время игры в волейбол. Семейным людям лучше провести время с любимыми людьми. Козероги. У вас сегодня много дел дома, и делать вы их будете с большим воодушевлением. Если давно хотели что-то начать переделывать, изменить в доме, то сейчас самое время. День также подходит для встречи с родственниками, поэтому накройте стол с шиком, покажите близким, как вы их любите и уважаете. Водолеи. Самое важное сегодня для вас – это движение. Неважно, куда и зачем, главное, чтобы оно было. Потому что энергии много, и ее нужно куда-то выпуснуть. А выплескивать ее в основном вы будете в разговорах и поездках. Некоторые, вероятно, захотят пополнить свой багаж знаний или начнут читать книги по философии или религии. Рыбы. Гороскоп предсказывает, что вы займетесь наведением порядка в своей финансовой сфере. Распланируйте бюджет, отложите деньги на какую-то крупную покупку, а может, даже сделаете ее сегодня. Потому что планета этому благоприятствует. Вы будете склонны к порядку и дисциплине, и вам это на пользу. Сегодня мы продолжаем знакомство с интересными историями из жизни старинных предметов. Вот, например, глиняная посуда в старину была крайне популярным средством домашнего обихода. Мастера гончарного дела старались сделать каждый глиняный горшок не только красивым, но и долговечным. Давайте узнаем все тонкости и секреты создания этой посуды на виртуальной экскурсии в Краеведческом музее имени Ивана Дмитриевича Воронина. Обещаю, будет интересно. Доброе утро, дорогие друзья. Изготовление гончарной посуды из глины известно человечеству с древнейших времен. Считается, что наиболее архаичная техника лепки глиняной посуды путем налепа по спирали или ленточного налепа канула в лету очень и очень давно. Но это не совсем так. В некоторых районах республики Мордовия вплоть до середины прошлого века еще живы были мастерицы, которые делали посуду для дома именно таким древним способом, путем налепо раскатанных глиняных пластов по спирали на основу. Занимались этим женщины Кончкуровского района Мордовии. Они изготавливали таким образом посуду для варки браги. Считалось, что именно такая грубая толстостенная емкость как ничто больше подходит для приготовления этого напитка. Технологии производства лепной посуды поделились мастерицы с исследователями гончарства Мордовии. Они рассказали, что для начала нужно раскатать длинные глиняные ленты примитивной скалкой на какой угодно ровной поверхности. Затем сделать дно горшка и наращивать его стенки путем налепливания этих глиняных лент друг на друга. В процессе налепки женщины выравнивали стенки, разглаживали их, соединяли пласты один с другим и формировали ту форму сосуда, которая им была нужна – широкогорлый или высокий с узким горлом. Затем такую посуду просушивали на воздухе до тех пор, пока глина не высохнет. После этого ее закладывали в обычную русскую домашнюю печь. Сначала выдерживали на небольшом жару в течение нескольких дней, чтобы посуда закалилась. А уже потом выкладывали в печке костер из сложенных колодцем сосновых бревнышек и в этот колодец помещали обжигаемые горшки. Сначала те чернили от дыма, затем белели, а затем раскалялись до красна. Именно на этом этапе их осторожно доставали из печи и погружали в болтушку из ржаной муки. Остывая в ней, горшки впитывали ржаную муку, поры глины закупывались, и они становились водонепроницаемыми и очень прочными. Затем их остужали, и они становились пригодны для приготовления браги. На стенках этих горшков мастерицы либо наносили примитивные орнаменты, либо ставили родовые знаки, семейные тешксы, для того, чтобы отличить посуду одну от другой на родовых или семейных молениях, когда вся посуда сносилась в одно место. Посуда эта была очень тяжелой, грубой, но служила верой и правдой своим владельцам на протяжении 30-50 лет. Известны горшки, которые поменяли несколько поколений одной и той же семьи. Сейчас такой посудой в быту не пользуются. Увидеть ее можно только в музеях. Поэтому, пожалуйста, приходите в Республиканский Кривический музей и в постоянной экспозиции вы увидите всю историю гончарства на территории нашего края. У каждого народа есть свои особенности, свои традиции и обряды, а есть и национальные игрушки. Лично мне очень интересно узнать, как появились наши русские традиционные игрушки. А ведь сколько их видов существует? Не сосчитать. Однако мы попробовали это сделать. Моя коллега Екатерина Геранишкина проведет экскурс в историю и расскажет о создании русской игрушки. Смотрим! Мы много уже говорили о всяких серьезных вещах. Пришло время поговорить о игрушечных. Детская игрушка была и остается зеркалом социума. Она отражает и время создания, и культуру, и уровень образованности общества. Меняясь на протяжении столетий, она не утрачивает своего важного, часто совсем не игрушечного значения. Исконно русская игрушка чаще всего была резной и напоминала маленькую деревянную скульптуру. Навыки по ее созданию передавались из поколения в поколение. Так формировался народный промысел. Первые потешки появились на Руси еще в IX веке. Их изготавливали как для собственных детей, так и на продажу. Популярная потешка наковальня тоже пришла из Древней Руси. Многие сейчас знают, как она выглядит. На концах бревна сидят деревянные фигурки кузнеца и медведя. Их можно заставить по очереди стучать молотками, перемещая основу игрушки. Другой вид динамичной русской игрушки – дергунчик. Если говорить современным языком, то это тряпичная или картонная кукла с веревочками вместо рук. Разные части тела тоже соединялись нитками. Так их можно было приводить в движение. Сегодня по принципу дергунчиков создаются куклы-марионетки. Иногда куклы использовались и в качестве оберегов. Так, например, было с крупенчиками – маленькими куколками, наполненными овсом или гречихой. И со стригушками, наряженными в сарафаные платки куклами, туловище которых создавалось из обычной соломы. Пожалуй, наиболее распространенной игрушкой с древних времен был конь. Это неудивительно. Лошади всегда были в числе самых любимых домашних животных на Руси. Их воспринимали и как помощников в тяжелой работе, и как боевых товарищей. Помимо простых деревянных лошадок создавались и настоящие произведения искусства. Кони, расписанные краской, украшенные гривой, атласом и кожей. В боевом и парадном снаряжении были и целые тройки с химщиком на облучке. Многочисленные игрушки отличались и по материалу. Их делали из глины, гипса, папье-маше. К самим фигуркам добавлялись новые элементы, например, колесики. При Петре Первом в России стали завозить миниатюрные предметы для забавы. Посуду, предметы гардероба, украшения. Очень быстро они приобрели статус игрушек, потому что обычно все маленькое автоматически ассоциируется с детством. Казалось бы, такое отношение к миниатюрным предметам пришло в нашу страну через пресловутое «окно в Европу». Однако истории свидетельствуют о другом. На Руси издревле было принято расплачиваться с покупателем маленькими предметами, если у торговца на базаре не находилась сдача. Чаще всего заменой деньгам выступала детская посуда. Игрушечные горшочки, миски, ложки. Во второй половине XVIII в начале XIX веков русская культура высшего света находилась под французским влиянием. Помимо традиционных игрушек появляются фарфоровые куклы, одетые в пышные наряды эпохи старого порядка или сдержанные платья в стиле ампир, копирующие античные облачения. Затем на смену всему французскому пришло все немецкое. Крупные города наводнили фабричные игрушки из Германии. Качество некоторых из них оставляло желать лучшего. Это была уже не ручная работа, а производство, поставленное на поток. К счастью, создание отечественных детских игрушек, в число которых входили и куклы, не прекратилось. В 1890 году в Петербурге состоялась первая русская выставка игрушек. В СССР игрушки стали не только украшением, но и отражением некоторых событий, происходивших в стране. Особенно нравились детям фигурки солдат Красной Армии, спортсменов, полярников, летчиков. В 50-х годах, в период сельскохозяйственных реформ Хрущева, на советских елках сверкали игрушки в виде овощей и фруктов. Редкая елка обходилась без стеклянной царицы полей – кукурузы. После запуска искусственного спутника и космического полета Юрия Гагарина, дары полей на советских елках были вытеснены миниатюрными ракетами и фигурками космонавтов. В большинстве своем игрушки выглядели весьма реалистично и нескучно. Это касается, к примеру, фигурок автомобилей, автобусов, самолетов, а также зверей и птиц. В современности же разнообразие игрушек трудно охватить полностью. С помощью них дети могут даже научиться основам формирования финансового рынка или познакомиться с работой, например, врача. И многообразие это только ширится. А вместе с ним увеличивается и возможность детей к познанию мира через игру. И это замечательно. Когда говоришь о чем-то интересном, время летит незаметно. Вот и наша программа подошла к концу. Впереди прекрасный летний день. Пусть он подарит только позитив и радость. Первый шаг к удачному дню вы уже точно сделали, включив нашу программу. С вами была я, Полина Клеменкова. Не скучайте. Скоро увидимся.